Я уже начался, прям не могу. Извините, Артур, документы ваши могли увидеть? А мне зачем? Ну, извините. Я не ваша девица. Если вы не являетесь журналистом, то здесь вам снимать категорически запрещено. Да? Да? Инструкции. Ну хорошо, а оказывается, что вы не являетесь журналистом. Зайдите на сайт 24villa.com. Там есть данные, фамилия, имя, паспорт. Покажу, сравнившись. Хорошо, давайте вот так, какие законы написали, по-другому журналисту. Вы видите, я здесь ухожусь, я здесь проверяю. Так что... Слушай, хорошо было весь день. Тихо, спокойно. Тихо, спокойно. Татьяна, наверное, потому что Россия на спине написана. Наверное. Наливай чай. Надо вставить еще. Греть. Чаю. Сегодня день рекламы, видишь, рекламируем Липтон. Нас кафе. Никто не платил, правда, за рекламу, но мы рекламируем. Печеньки почти доели. Кидай побольше, штук пять прям, да. Я прям сладко ешь, тяжелый. Че, там водички не вот кончилось было. Пришел, побродил, штук, розетки. И на спине Россия. Ну, ща по кружечке намахнем. Да поэту. Можешь освобождать территорию. Захваченную, оккупированную. Я никого не трогаю. Никого никуда не зову. Ни к чайникам не ждал. Я просто хотел чай пить. Но у меня чайник не успел вскипеть. Мне свет рубанил. На прошлой неделе свет отключали на 13 часов. С 8 утра до 9 вечера. Жесть. Ну, как жить-то? И нам еще хотят, что это. Уверяется в том, что мы сможем универсиаду нормально провести. Да. Если, я не знаю, я уже этим говорил всем. Начнет у нас универсиаду. И вдруг во всех общагах свет погаснет на целый день. А там иностранцы. Не, ну там-то, конечно, все будет по журе, скорее всего. Там отдельную линию, наверное, протянули. Угу. Из администрации. Чтобы все было хорошо. Кому-то можно в этом городе жить? Я здесь уже лет 25 живу. Плюс-минус. Я хочу как бы иметь возможность дома вскипятить чайник и попить чай. Ну, что не получилось, я пришел здесь. Ну, вроде как, даже не линяли бы вообще. Ну, так. С тобой нет? Нет. Я тут уже с дедушкой с каким-то утром пообщался. Тут у бабушки тоже были. Все с разными вопросами приходят. Всех свое. Я всем чай предлагал. Но у меня кружек нету запасных. Пытаюсь достучаться. Писать, как бы, звонить. Я пробовал с самого утра звонить. Постоянно посылают. То туда, то сюда. То же самое будет с моим обращением. Куда я не обращусь. Там будет абсолютно то же самое. Только там не буду звонить. А мое обращение просто из кабинета в кабинет будет летать. В итоге мне напишут, что просто плановые работы были. Ну, как бы, что поделаешь. Их надо было сделать. Чтобы потом, допустим, ползимы не сидели без света. Ну, да, да. Ну, как бы, два раза за одну неделю. Ну, это перебор уже. По целому дню. И самое интересное в том, что у меня утром шел домой, когда, еще перед тем, как свет выключили, вокруг будки ходит народ какой-то. Ну, вот, трансформаторная будка здоровая, там, во дворе стоит. Ходит народ, кучкуется что-то. Ну, кто-то в комбезах, кто-то как-то. Ну, формы одной нету, как бы. Ну, я подумал, ну, наверное, работяги какие-то. Ну, просто что так вот стоят человек семь. И это, домой поднимаюсь, то все, ставлю чай. Он тут же газен, потому что свет вырубили. Ну, звоню туда-сюда. По этим, по всем инстанциям. Узнаю, что, оказывается, плановые работы, оказывается, с 8 утра до 6 вечера. При этом ни на одном подъезде, на соседних домах нету ничего. Поднадраждение выдано. На нашем подъезде. И тут мне вот весь день, то здесь вот в администрации, то по телефонам говорят, а вам должна была управляющая сообщить. Отролевали, и то, и все. А вы звоните туда, вы идите в МРСК, вы делаете то, вы делаете это. А что толку-то? В МРСК идти, это вообще, я считаю, гиблое дело. Это здесь еще что-то как-то хотя бы здесь более-менее все понятно. А там это вообще частная структура, у которой десятки кабинетов, в которых сотни, а то и тысячи людей сидят. И они будут постоянно друг к другу пинать. И я буду каждый кабинет обойти, чтобы найти именно того, который мне нужен, который мне скажет, ну, извините, потерпите. И все на этом кончится. И мы будем так дальше сидеть, терпеть. Раз в неделю будут отключать на день. Потом они начнут два раза в неделю отключать. Ну так что ли? Они приехали, они стоят около этой будки, а она вся со всех сторон запаркована автомобилями. То есть они даже не удосужились позаботиться о том, чтобы за день, за два, какие-то таблички понавешать, да, или вообще ее огородить там, и написать, что будут работы проводиться, пожалуйста, уберите свои автомобили. Они просто приехали, видят, что там все заперто эти. Машинцевет вплотную к дверям этой трансформаторной будки, ну что они там сделают? Вот, и получается, что они до вечера в итоге прокурили, протусили, а потом, ну ладно, что, давайте завтра доделаем, давайте завтра еще оттрубим на день. Да, и через неделю опять оттрубим. Да, и еще через недельку оттрубим. Наверное, так и получается. И все вот эти вот, то, что говорят, вы идите в МРСК, это они же, вы же им платите деньги, они вам им тысячи поставляют. Да что толку-то? Я там всем сегодня говорю, я там правда не добьюсь в МРСК, тем более один. Даже если мы придем туда десятком человек с нашего подъезда или с дома, со всего там сколько дастся. Вам еще впаяют митинг несогласованный. Нам вообще ничего не удастся добиться, даже толку. Да, я и говорю, еще и закрою. Ну-ка возьми так вот в кружечку с чайником, добродушненько, с улыбочкой. На фоне вот информации, чтобы видели, что ты тут мирно, культурно. Да-да-да, чай рекламирует, что не рамсишь ни с кем. Вот, все, красавчик. Не из тех, кто сегодня приезжал, только этот СТС приехали со своей кружкой. Да. Стояние подготовленное было. Ну как, нормально-то? Я вот считаю, ненормально. Ребята, если кто еще не понял, мы находимся в администрации города. Пьем чаек на входе. Как бы приемное, можно почитать. Много информации интересной. Действительно, мы пришли почитать. Ну, тут так много информации, что мы, чтобы все запомнить, взяли с собой камеру и взяли чай, чтобы не замерзнуть, пока читаем. А нас тут прессуют. Снимать, говорит, нельзя. Так совпало просто, что у меня сегодня выходной, у меня есть время, которое я могу потратить на это дело, чтобы поднять проблему. Я думаю, много кто со мной согласится, что тут прессить уже надоело. Ну, как бы просто мало кто готов об этом сказать, в открытый, во-первых. А во-вторых, мало кто есть время, в принципе, на это. Это тело такое, это, как сказать, общественная полезная нагрузка. Тут как бы либо жертвуешь своим временем ради не себя одного, а ради города, чтобы показать всем проблему, обозначить ее, чтобы та же самая администрация города задумалась о чем-то, допустим, если они, конечно, обратят вообще внимание на меня. Хоть какое-то. Ну, как бы вот я жертвую целым днем своим, получается, ради этого всего. Хотя у меня столько дел на сегодня было по плану, которые я должен сделать и с автомобилем своим, там, где еще мало ли с чем, да. Вот мне в гараж надо было по-хорошему сегодня ехать и заниматься автомобилем весь день, чтобы уже рабочая неделя у меня началась нормально. На колесах, а не на автобусе. Ну, если есть автомобиль, я на автобусе, как правило, какая ездит, неделю езжу. Мне сегодня очень надо было и автомобилем заняться, а я вот вынужден поднимать общественную тему. Касается не меня одного, а вот по сообщениям на автоответчике, скорее всего, сообщения можно даже сейчас заслушать. А тебе еще и люди? Позвонить. Нет, на автоответчике этого, не про тамет, это про хозяйство, потому что плановое отключение. Там, скорее всего, информация до сих пор есть о том количестве домов, которые отключены. А там отключен здоровенный кусок частного сектора в ЖД районе. И вот в нашем, скажем так, микрорайоне, практически в центре города, в шаговой доступности от центра, несколько домов многоквартирных. Чай и печеньки в администрации. Здесь обстановка, кстати, такая очень даже хорошая. Приятная, скажем так, сидеть. Никто не решает. Я же говорю, иногда вон люди приходят, которые тоже приходят с обращением. Есть с кем и о чем поговорить на интересную тему. У кого-то даже вопросы совпадают с моими, по тому же самому электричеству. Люди разные, у всех разные отношения. Кто-то считает, что не стоит такого делать, кто-то наоборот поддерживает, кто-то просто говорит, вот, минута славы настала, которая мне как бы нафиг не нужна была, мне свет дома нужнее, чем любая минута славы. Ну что поделаешь, ну я вот решил вот таким образом поднять тему. Самый действительный способ какой, да? Мне с Москвой звонит, только пять минут поговорили, что это. Ну что ты типа, я сегодня тебе уже типа много материала тут отсняла, типа гружу сейчас как раз. Я говорю, а я еще ни хера не снял, только с работы пришел. Он говорит, а что я? Я говорю, да что-то ничего не нашел, нигде никаких мероприятий и сходить вроде как некуда. Не, на удивление, вообще прям тихо, спокойно, весь день. Так, я сам удивился, я думал, пару раз было. Да, и скорее, скорее, думаю, по-любому сейчас придет полиция начнет там что-нибудь дергать. Самое интересное, что сотрудников полиции не было вообще. Мужчина какой-то, вот приходил какой-то, я говорю, у телевизионщиков спрашивал, есть ли у вас разрешение у СМИ. Ну, те что-то сначала как-то стушевались, я не помню, что было за канал, я как бы говорю, а здесь, как бы вообще доступная информация, говорит, здесь любой, в том числе и я, может прийти и с фотокамерой, и с видеоаппаратом, чтобы зафиксировать это с любым доступным способом. Тот тогда успокоился, а там вообще СМИ, по идее, где их съел? самая как раз дурость наших законов, в том, что как раз простой гражданин может прийти в некоторые места, вот у меня есть пресс-карта, я ее не везде показываю, потому что бывает, что в некоторых местах выгоднее прийти, как гражданин. Допустим, взять тот же самый торговый центр. Если ты приходишь в торговый центр снимать, а если ты приходишь как гражданское лицо, в смысле, или вообще любой торговый центр? Вообще любой торговый центр. Если ты приходишь как гражданское лицо, ты можешь просто снимать, потому что ты просто гражданское лицо и снимаешь для себя. Если ты приходишь как СМИ, то есть снимаешь не для себя, а для публики, ты должен позвонить в пресс-центр, они тебе назначают день, время, разрешают. Да, то есть у тебя, они там сначала всю просрочку поубирают, то есть делают все красиво, и потом ты такой приходишь, как вот в армию, ты же в армии не можешь снимать, а если как СМИ ты приходишь туда, ходишь спокойно по казармам. Ну там, естественно, договориться, да, 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 приятно. Поэтому в каких-то местах я говорю, что я частное лицо, а если уже вижу, что не прокатывает, вот как сейчас, то есть начался вопрос, то я человек не прокатил и показал карту, а завалил. Самое страшное в этом всем, в боязни видеокамеры, они не понимают, что это уже лучше только в сети видеокамеры. У меня вот как случай был, на Копылова как-то я ехал, смотрю, вот прям очень много экипажей ГИБДД стоит. Я ехал тогда домой в городок. Думаю, развернусь, а на слониках как раз, на подъеме на Копылова, развернусь, посмотрю вообще, что делаю, подойду с камерой, поснимаю, что-то подошел, поснимал, ничего не понятно, ну, работают по бухимой работают, снимать особо нечего, пошел в машину, столько сажусь, крики какие-то начинаются, стой, стой, ты куда? Я такой опа, опа, обратно камеру достаю, пошел, а там от них как раз этот, один из пойманных, так скажем, не в совсем адекватном состоянии, попытался убежать прямо на машине, то есть они с ним поговорили, не поговорили, там документы взяли, а он сел в машину, дверь хлопнул, по газам через бордюр, но что-то, видать, добиваемые, да, почти пачку целую, вот, вот, ну я давай подходить, они уже его оттормоздули, все, дверь открыли, держат его, встал там на газоне, на снегу, нет, я подошел с камерой, первая реакция была, самого первого, который вообще в мою сторону посмотрел, что снимаете, типа, уйдите отсюда, а другой тут же, если поворачивается, ладно, пусть снимает, нам же лучше, вот это вот правильная позиция, что для полиции, да, что для любых чиновников, как бы, если они камеры боятся, значит, они, скорее всего, что-то скрывают, конечно, то есть, если человек камеры не боится и готов общаться при камере, показать свой кабинет, там, удостоверение свое даже, хотя его никто не просит, конечно, на камеру, скорее всего, один, один полицейский из тех, которые просто пришли в полицию, чтобы просто людей сбивать, там, знаешь, обиженные есть такие люди, которые убежали, они пришли в власть, и тут, о, он мне не подчинился, у меня есть повод его прессунуть, и все, то есть, там, вытащить из машины, там, морды об капот, ну, то есть, самоутвердиться, вот, а второй полицейский, это настоящий полицейский, который пришел, которому нечего бояться, да, которому нечего бояться, который не собирается избивать человека, который собирается в рамках, который в рамках закона хочет его задержать, просто остановить, и ему, как раз, выгодно, что его снимают на случай, если тот ударится лбом об машину сам, знаешь, есть пидырочки, бьются, потом говорят, а меня полицейский избил, вот, и все, и как раз попал в ситуацию, когда в одном экипаже работают два человека, один, два, два, три, там, много экипажа, они могли быть из разных, ну, суть в том, что, то есть, один оборотень, а второй настоящий полицейский, вот и все. В общем, ребята, побывал я сегодня в администрации города, выпил там с Сашей чаяю, Саша о своей проблеме заявил очень красиво, взял чайник, взял кружку и пошел в администрацию пить чай, вот, я с ним составил ему компанию, посидели немножечко, сделал ему пару фоточек, вечером ему их отдам, вот, в принципе, там народ адекватно все воспринял, никто на него не наезжал, и сейчас я, наверное, пойду домой, потому что время уже четыре часа, на улице погода стрёмная, ветер очень сильный дует, делать нечего, как бы, поэтому пойду домой обрабатывать фотографии, писать отчет о том, писать отчет про администрацию, про то, как мы там попили чай, вот. Всем хорошего дня, не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайки, все, всем пока!